Давайте параметранжи группой Су-2. Во-первых, у вас там сразу летит, конечно, обмировка на единицу, да? А во-вторых, останется ли Су-2 модифицированной группой? Ну, то есть, что у вас с элементами этой группы должен единиться, равняться. Ну, конечно, останется. А второе, будет ли эта группа, это ведь надо доказывать? Нет, ну, это вещи элементарные. Как? Это будет группа, я сказал, что она не будет простой группой, это будет уже полупростая группа. Это будет группа изоморфная в группе движения ефледовой плоскости. То есть, две трансляции и вращение вокруг начала координата. Ну, то есть, это доказано? Конечно. Две трансляции? Нет, ну, нет. Нет, ну, я вот в 2012 году книжку выпустил, контракции. Классический квантовый групп. Ну, это просто давно, давно-давно известно. Насчет Су-2. Хорошо. Это вы все и на классическом языке же нам рассказали? На каком? Да, на классическом. Кроме вот раздела с интерпретацией, где мне пришлось перейти уже к квантовому случаю, рассмотреть, ну, в первом приближении. То есть, вы хотите сказать, что, если посчитать, например, одноподливые поправки прямо вот в той теории, которую вы предлагаете, там все в порядке будет? Я не знаю, потому что я не следовал. Я ведь вам сказал, что только вот... Ну, это надо сделать. Я не занимаюсь элементарных частиц, я занимаюсь контракциями групп. Но я вам вот что скажу. Понимаете, пока контракционный параметр отличен от нуля. Мы имеем группу Су-2. И ответ на ваш вопрос утвердительный. Это такая же перенормируемая теория, как и... Вот, если вы ничего там менять не можете. Это просто переобозначения. Какие-то переобозначения, да. Когда мы переходим к пределу, там Лагранжиал существенно обращается. Ну, там просто половина слагаемых обращается за мной. Что будет, я не знаю. Я не могу вам ответить на это. У меня просто может быть такой комментарий для прояснения. Вот, правильно я все-таки понял, в последней части было, как бы, отождествление низкоаналитического предела и высокоаналитического предела на эту шкалу эволюции Вселенной. Дело в том, что там есть, так называемая, температурная эволюция. И высокотемпературный режим, и низкотемпературный режим. Это по факту не то, что низкоаналитическое приближение высокоаналитического взаимодействия стандартных моделей. Это разные вещи вообще-то говоря. Вот нельзя говорить, что низкоаналитический или высокоаналитический, точнее. Это ранняя Вселенная там. Это, как бы, так сказать, другое понятие. Не хочу то, что-то. А как раз, когда рассматривается ранняя Вселенной, там входит как раз туда температура. И вот возникает температура, и начинает играть роль поля. Тогда и возникают определенные строгаемые, которые позволяют описать так называемое, можно сказать, неаналитическое приведение при переходе массы из нуля в конечную величину для частиц. И вот в работах Кишницы и Линды 1974 года, в приложении, там рассматривается симпатурная теория поля и рассматривается вычисление интегралов. Что они дают различный ответ для температуры, соответственно, для конечной температуры при нулевых массах частиц и при ненулевых. Там точка 0. Там нужно аналитическое продолжение правильно делать, чтобы она как раз возникла. Это и есть соответствует фазовому переходу. А вот низкоаналитическое просто и высокое аналитическое, мне кажется, нельзя, то есть ясно шкалы развитых сетов. Это скорее отраздействие наоборот с уходом на меньшее расстояние высокое аналитическое приближение или на большее расстояние взаимодействия в низкоаналитическое, там, в сторону теории Ферми. Я вам хочу сказать, что вот температуры обозначены вот здесь. Вот здесь коэффициент перехода. Вот мне нужно найти, ну, по крайней мере, где есть высокий энергию. А где вы найдете бесконечную энергию? Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот она энергия. Вот она температура, если на вашем языке. Вот видите, 100 гем, а вот пересчитайте температуру. Конечно, нет. Это тот же самый вопрос. Насчет кванта. Я не рассматривал кванта. Это классический. Квантовая теория. И, естественно, здесь нет механизма возникновения массы. Нет. Квантовая теория, переход к высоким энергиям, это так называемый вопрос о рамках, о границах применения теории. Или об обрезании на определенном масштабе. Или что тоже самое, о перенормировании. Когда начинается перенормировать параметры, у вас действительно возникает аналог этого самого ПЭН, который возникает, да. Он не рассматривал. А классический, какой смысл, да? Вот именно такой смысл. Именно такой смысл. Вот это может быть физико-золь-кулеты. Вот такая интерпретация, которая... Ну, как бы, без которой вообще-то вот не обойдутся. Завязано. Потому что вот Базон-Фикс, он еще с одним моментом связан. Наверное, может. Он связан именно с тем, чтобы теория была перенормирована. Ну, конечно. Вот диаграммы, которые были нарисованы, взаимодействия, они будут прицепивать в метель высоких энергий неограниченный вклад. Вот эти диаграммы я рисовал только для низких энергий. Только для упругого растеряния нейтрина на электронах и квартах. У него дерево. И поскольку для меня важны были как можно более низкие энергии, то есть нулевой, предел нулевой энергии, то, естественно, я ограничился только диаграммой первого порядка. Простейший. Почему он может все делать, что и термей еще надо? Потому что раз отсюда не будет. Больше, кстати, не будет. Как он добавил, взятый квантовый модель на базе этой классической энергии. А других физических приложений к контракции группы СУ-2 нету разве? Вот она же не только физики... Высоких энергий, да. А в другой физике есть такая же группа? Конечно, есть приложения. Но, скажем, к специальным функциям. А вы их смотрели квантовые группы, контракции квантовой группы? Смотрел, да. И тогда у меня общий вопрос. А как по сравнению с классическими группами там как бы то же самое получилось? Вот, например, квантовую группу СУ-2 мы возьмем. Какая контракция? Ну, там, на самом деле... И каким интегрированным системам это соответствует? Вот как раз в продолжении вашего вопроса. Какая там арматрица возникает? Какие модели за этим стоят? Потому что мы знаем, что квантовые группы, они, честно, связаны с интегрированными моделями. Вот если вы сделаете контракцию квантовой группы, стоит ли за этим какая-то... Я думаю, что стоит, я была почти уверена. Вот вы это анализировали? Нет. Нет. Потому что я рассматривал контракцию алгебраической системы, которая называется квантовой группы. Алгебрехоп. Контракцию алгебрехоп. Но я не рассматривал приложение к интегрируемым моделям и каким-то другим. А на это я скажу, что на самом деле в результате предельного перехода вы из простой группы получаете неполупростую группу. В квантовом случае, когда вы СУ2Ку контрактируете к тому же Евклину, у вас возникает несколько квантовых дефорбаций, не эквалентных, не изоморфных квантовых дефорбаций, вот евклидовая группа. Мне кажется... Для неполупростых групп ведь не существует алгоритма построения деформации. Это для Фадеева и команды там простые группы. Понятно. А вам ничем не говорит такая фамилия Лиховский? У него что-то вспоминают... Почему? Я его знаю. Он тоже занимался контракцией, по-моему, квантового группы. Как раз они смотрели какие-то интегрированные системы... Ну, может быть. Может быть, он занимался и приложением к системам. Понятно. Но у меня это чисто математическая работа. Понятно.